МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Сегодня в выпуске. Импортозамещение с помощью новых технологий. Глава Чуваши проинспектировал, как реализуются инвестпроекты на ряде крупных предприятий республики. Секрет успеха. Чего стоит сдать ЕГЭ на 300 баллов, знает выпускница Ольга Васильева. Профессионально и бесстрашно. В Чубаксарах проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту. Рабочий день главы Чуваши прошел сегодня в Новочубаксарске. Михаил Игнатьев ознакомился с реализацией ряда инвестиционных проектов на промышленных предприятиях города химиков и энергетиков. Химпром – предприятие, которое известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Здесь проводится модернизация основных фондов. В прошлом году запустили новое, единственное пока в России, производство гипохлорита кальция. Общая сумма инвестиций в проект составила 1 миллион 730 тысяч рублей. Это очень значимо для нас, потому что, с одной стороны, химпром – городообразующее предприятие в целом и для республики, и для Новочубаксарска. А то, что 160 рабочих мест новых появилось, и для самореализации специалистов, которые заканчивают учреждение среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, они востребованы. И это дополнительно налогоплагаемая база. Сегодня цех вышел на полную мощность и производят 15 тысяч тонн гипохлорита кальция в год. Руководители предприятия уверены, продукция химпрома в ближайшее время займет около 60% рынка. Касаясь этой темы импортозамещения, если раньше все это завозилось и сейчас пока еще завозится, в перспективе химпром будет иметь хороший, значимый рынок для нас всех, по сути дела. Переки с классическим примером импортозамещения, гипохлорит кальция – то же самое. То есть эти все продукты сейчас завозятся в страну. В ближайшем будущем строительство нового цеха по производству перекиси водорода. Соглашение о взаимодействии в реализации проекта между Кабмином, Чувашей и химпромом было подписано в феврале на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Михаил Игнатьев отметил, что предприятие движется по стратегически верному курсу и эффективно выполняет государственную программу по импортозамещению. Все могут вспомнить, да, там, проблемы с порошками, там, в конце 80-х, начало 90-х, и когда было принято решение, там, правительством Чувашской республики и правительством Московской области построить перкарабанат кальция. Это один из важнейших компонентов для моющих порошков. Вот. Его построили. Сейчас мы являемся поставщиком 99% перкарабаната кальция в нашу страну. То есть ничего сейчас не завозится, мы являемся основным поставщиком. Вот. У нас есть примеры, как нужно правильно начинать бизнес и как правильно его вести. И надеюсь, что перекись водорода будет именно точно таким же клоном, пилотом. Техническое перевооружение заканчивается и на другом крупном предприятии республики. На заводе Хевел увеличилась производительность. Теперь здесь производят до 270 мегаватт солнечных модулей в год. Это позволило на 50% обеспечить текущие потребности российского рынка солнечной энергетики. Кроме того, завод начал выпускать двухсторонние солнечные модули, мощность которых достигает 420 ватт. Максимально было 150 ватт. Больше не было? Нет, 150 даже не производили. 130, 135. 125 было, да? 125 это да, вот такой средний. А лучшие образцы там порядка 135 были. А сейчас уже вышли бы на 300? Ну, у нас сейчас есть образцы и 325, а так мы сейчас на средний где-то порядка 320. Это практически 3 раза. Можно сказать, почти 3 раза улучшили коэффициент использования солнечной энергии. Сейчас солнечные модули Хевел по эффективности входят в топ-5 мировых производителей. В прошлом году предприятию была присуждена премия правительства Российской Федерации в области качества. Галина Титарчук, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика. Транспортная проблема города Новочебоксарска решается. До недавнего времени дорога по улице Промышленная не отвечала никаким требованиям. Новочебоксарцам приходилось добираться до своих дач, как придется. Что сегодня происходит на объекте, проверил глава республики. Эта дорога очень востребована. Можно сказать, стратегически важный объект для многих предприятий республики. Именно по ней каждый день проезжают груженые самосвалы щебнем песком. К тому же это единственный путь, по которому на свое рабочее место добираются сотрудники биологических очистных сооружений, Новочебоксарского грузового порта и других предприятий. Никаких тротуаров здесь не было. Люди вынуждены были ходить по проезжей части. Сейчас все изменилось. Стоимость этого проекта 112 миллионов рублей. Это огромное средство. 550 миллионов рублей у нас собственные доходы бюджета. Поэтому 30 лет мы не могли сюда зайти, хотя многочисленные были жалобы, обращения. Особенно ветераны благодарны. Мы хотим сказать спасибо большое за то, что наконец-то наши, как говорится, просьбы услышали сделать дорогу. Капитальный ремонт улицы Промышленная ведется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рабочие отремонтируют почти 2,5 километра дороги. Сейчас уже провели фрезерование проезжей части, уложили щебень и слой асфальта бетона. Впереди еще много работы, но руководитель строительной организации обещает, этот участок дороги сдадут в срок. 23 сентября по обновленной трассе начнут ездить автомобили, а по новому тротуару смогут передвигаться пешеходы. Галина Титарчук, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика. Производительность труда в регионах страны должна вырасти как минимум в два раза. Добиться этой задачи призван национальный проект. Площадкой для обмена опытом стал Всероссийский форум «Производительность-360». В его работе принимала участие делегация «Чуваши». Какие подходы к увеличению эффективности труда будут перенимать в республике? Подробности у Дмитрия Ковалева. Тот заряд, который был в моменте подготовки стратегии, его нельзя терять. Это фабрика идей для эффективной работы госорганов. Вот так команда молодых специалистов создает стратегию развития Нижегородской области. Главы регионов перенимают опыт. Мы решили сделать следивную инфраструктуру контроля по принципам проектного управления на единой платформе, которая позволяет и национальные проекты координировать, плюс отчитываться перед федеральным и республикой власти, плюс координировать региональные проекты. Мы абсолютно уверены, что решения должны приниматься на основе даты, на основе реальной аналитики, реального содержания. В работе сотни проектов. Бережливые технологии применили и в одном из муниципальных центров реабилитации детей-инвалидов. Мы даже специально проводили на основании волонтеров, чтобы оценить вот этот результат. Волонтеры опрашивали уже матери, детей с ограниченными возможностями. Работать эффективно, отметил губернатор области, помогают и на УХАУ. Инновационные проекты опробировали в сфере медицины. Так прием пациентов ускорила система распознавания голоса. Главы регионов изучили и опыт работы многофункционального офиса корпорации «Росатом». Его сотрудников от бумажной волокиты избавили роботы. Электронные документы обороты в отделе кадров. Скан посылает это все роботу. Робот начинает это все распознавать, оцифровывать и закладывать в систему. Никакую бумагу не собираем, на все удалили, ничего не копируем. В процессе повышения производительности время на вес золота, и именно его необходимо беречь, говорят эксперты. Но как работать рационально и эффективно? Ответы на этот вопрос искали на форуме. Производительность – это не про то, как много человек работает, это про то, как он мало делает ненужной работы в процессе своей работы. Поэтому повышение производительности, эффективности – это не про сокращение, это не про увеличение рабочего времени. Понятно, что, например, все проекты, которые у нас есть, они де-факто все ведут к повышению производительности труда. В росте производительности труда должны быть заинтересованы все работники предприятий. Добиться эффективности возможно только в команде. Когда директор вроде бы как уже поверил, увидел эти образцы, примерно понимает, какой путь ему сложный предстоит, первый вопрос, который он задает – помогите мне убедить коллектив в этом. Очень важно именно системный и комплексный подход, который вот как раз этот форум, в общем-то, и проповедует. Не отдельные участки и отдельные вопросы, а именно вот система и комплекс. По своему опыту и по опыту коллег, можно на отдельных участках поднять производительность труда и в 10, и в 20, и поверьте, у меня был опыт там до тысячи раз. Рост производительности пускать на самотек недопустимо. Выполнение этой задачи во многом зависит от глав регионов. Если первый руководитель этим не болеет, если он сам не ходит на производство и не смотрит, куда конкретно курица несет это яйцо, и что конкретно происходит в регистратуре в поликлинике, или как передается деталь от одного станка к другому, это не делается из офиса. Михаил Игнатьев отметил, что лучшие практики в этой сфере будут тиражироваться в республике. На предприятиях, вовлеченных в реализацию национального проекта, этим занялись уже вплотную. В итоге должна увеличиться и заработная плата сотрудников. Такую задачу обозначил глава региона. Через год, через два люди поймут, что от правильной организации труда, от увеличения производительности труда, мотивации для них создается еще такая благоприятная. Федеральный центр компетенции нам оказывает содействие. У нас практически включились в эту программу уже семь организаций, 23 уже официальные заявки подали, а так рассчитываем, не менее 60 организаций Чувашской республики будут участвовать в этой программе. Производительность должна повышаться не только на конвейере. Бережливые технологии могут работать в любой сфере. Главное найти новые подходы. Это выводы участников форума. Работать. Я думаю, если бы у нас надо работать, работать и вместе сложилось, было бы очень много именно на тему, что теперь надо работать. Да, это прямо явно очевидно. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Нижнего Новгорода. Увеличить численность диких животных в лесах Чувашии, сократить количество безнадзорных животных гуманными методами. Направленные на это законопроекты приняли сегодня депутаты Государственного совета Чувашии. Впрочем, началась сессия с доклада министра транспорта республики о ситуации с выплатой долгов сотрудникам Чувашавтотранса. Сотрудники Чувашавтотранса, которые сейчас на стадии банкротства, зарплату перестали получать год назад. Долг перед ними составлял 91 миллион рублей. Как правило, сначала должника обязывают выплатить в бюджет налоги и страховые взносы. И только потом долги по зарплате. Однако правительству республики при содействии прокуратуры удалось поменять очередность выплат. Кроме того, регион стал правоприемником сотрудников по взысканию долгов. Проще говоря, зарплату частично выплатят из резервного фонда Чувашии. В казно эти средства вернутся после продажи имущества предприятия. В итоге на сегодняшний день выплачена зарплата более 700 работникам около 90% в сумме 61 миллион рублей. Оставшая задолженность в сумме 36 миллионов рублей будет погашена за счет реализации имущества, выставленного на торги в рамках конкурсного производства. Следующий вопрос. Повестки дня дополнительных расходов из казны не потребуют. В Минприроды решили простимулировать охотников на добычу волков. Тем, кто охотится на этих животных, будут выдавать разрешение и на добычу копытных. 70% от всех квот. Раньше разрешение распределяли методом жеребьевки. Любой желающий охотник, который имеет разрешение, у которого есть охочный билет, соответствующий образца оформленный, приходит, пишет заявление, получает разрешение, ведет, добывает волка, соответствующим образом его сдает. В следующем году получает разрешение на добычу копытных животных. В принципе, это идет именно непосредственно, связанное для того, чтобы увеличить количество копытных животных. Справедливая Россия предложила другой вариант. Как было раньше в Советском Союзе, за волков давали просто премию, грубо говоря, 200 рублей. А сейчас они хотят рассчитываться копытными животными, ну, кабанами, лосями, да. Но это несправедливо. Почему? Во-первых, я сегодня могу не отохотиться, а на следующий год я получу лицензию. Буду я там охотиться? Не буду там охотиться. Возможность премирования в Минприроде обещали рассмотреть. Ну, а пока законопроект большинством голосов приняли в таком виде. Следующий вопрос тоже касался животных. В этот раз и безнадзорных. Определенные полномочия по обращению с ними депутаты закрепили за органами местного самоуправления. Так, во всех районах республики должны появиться пункты стерилизации и передержки. Здесь вопросов действительно очень много. и создание пунктов временно содержания животных во всех районах республики. И главным ветеринарным врачом было сказано, что республика уже на следующий год выделяет средства, а уже в бюджете предусмотрено 1,9 млн на следующий год для этих целей. После этой сессии депутаты уходят на каникулы. В следующий раз они должны собраться только осенью. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика. Учиться, учиться и еще раз учиться. Выпускница Чебоксарского лицея номер 2 набрала на едином государственном экзамене 300 баллов по русскому языку химии и биологии. Как достичь такого результата узнаем в следующем сюжете. Оля Васильева поступила в лицей после 8 класса. Учеба всегда приносила ей одно лишь удовольствие. Каждый день разные знания, консультация с учителями и огромное желание успеть все. Время сдачи ЕГЭ означало занятия с удвоенной силой. Заучивание химических форм, узубережка учебника по биологии и каждодневное написание сочинений. Только малая часть всей подготовки. Подготовки к экзаменам помогли учителя. Они направляли нас. Также еще занимались с репетитором. Чтобы не было страшно, все-таки пришлось заниматься с репетитором по биологии и по русскому языку. Конечно, без волнений не прошел ни один экзамен. Спасали родные стены, добрые слова учителей. Оля собирается подавать документы на медицинский факультет, но с вузом пока что точно не определилась. Профессию врача выбрала не случайно. В заботе нуждаются старшие члены семьи. Так что растиражированная фраза «помощь людям» приобретает вполне конкретное очертание. 176 выпускников у нас в этом году было. Из них 10 человек получили 100 баллов. Оля получила по трем предметам 100 баллов. Еще у нас одна девочка получила по двум предметам 100 баллов. Вот. Ну, в общем, результаты хорошие. Девочка очень скромная, очень тихая, но очень активно принимала участие в различного рода олимпиадах и, в общем-то, выходила победителем. Умница у нее есть победа на муниципальном уровне, на республиканском уровне. Поэтому от нее можно было ожидать таких результатов. Она к этому была готова. Успех ученика – это еще и системная работа педагогов. Огромное спасибо всем учителям, а особенно своей классной руководительнице, учительнице химии Арутиняна Ромине Маяковне. Благодаря учителям я смогла сдать успешно все экзамены. В России около 30 выпускников сдали химию, биологию и русский язык на 300 баллов. Налицо определенный рост. Если в прошлом году высокие результаты были по гуманитарным дисциплинам, то в этом по естественно научным. Так что развитие инженерно-технического направления идет в нужном векторе. На сегодняшний момент надо сказать, что по городу Чебоксара в результате системной работы, которая проводилась в течение всего учебного года, мы добились неплохих качественных результатов. В частности, если отмечать 100 балльников и добившихся 200 баллов и 300 баллов, у нас 45 человек. Для сравнения, в прошлом году у нас было 27 выпускников, которые добились 100 балльных результатов. Из 45 человек четверо достигли 200 балльных результатов. И выпускница третьего лицея добилась, второго лицея добилась уже 300 балльного результата. Учеба в престижном вузе – еще один шаг по лестнице успеха, который, хочется верить, приведет к любимой профессии Олю Васильеву и других ребят. Кристина Чекменева, Борис Андреев, Республика. Возвращение к истокам. Так можно обозначить основной лейтмотив выпускных работ студентов художественного факультета Чувашского педагогического университета. Защита диплома в холле – креативное решение для студентов творческих специальностей. Это настоящая персональная выставка Натальи Марсяновой, пусть и начинающей, но уже художницей. На фоне собственных картин девушка рассказывает о своем главном детище – праздничном натюрморсе с чуварскими украшениями. Изначально мотивы написания чувашской тематики были в том, что я сама чувашка, и именно это я хотела показать всем, чтобы все видели, насколько это теплый, насколько это гостеприимный народ, и чтобы все люди приезжали к нам в Чувашу. Этажом выше натюрморта Ксении Прокопьевой. Здесь ощущаются восточные нотки. Меня всегда просто интересовала тема Востока. Я хотела очень реализовать свою идею, и дипломный руководитель помог мне в этом. Ему спасибо огромное. Вообще все подопечные Миши Григоряна добавляют в свои работы национальный колорит. Кто-то исходит из собственных интересов, а кто-то обращается к своим корням. Как в нашем республике, как в нашем университете, как мы обращаем внимание воспитанным молодым поколением, любовь к своему народу, надо обязательно через свой предмет, и что умеешь здесь, надо любить свой народ. Тогда ты можешь этот народ сам защищать. Я очень доволен. То, что любой дипломный работа – это совместный труд. Это работа нашего факультета. Поэтому мне нельзя сказать, что я скажу. Вот это хорошо, это плохо. Это все на виду. Живописная штука такая, что можно смотреться и оценить. Дипломы с отметками выпускники-художники получат 15 июля. И все же главные оценки им будут ставить зрители, пристально рассматривающие их творения. Алена Герасимова, Ирина Волкова, Валерий Редюков. Республика. Сегодня в селе Тарханы Батаревского района открылся 13-й Кокелевский международный пленэр-симпозиум, чуваше глазами художников России и Белоруссии. В этом году пленэр-симпозиум посвящен 140-летию со дня рождения Алексея Кокеля. В этот раз в Чувашию приехали художники с разных уголков России и Белоруссии. Впервые в нем участвуют мастерокисти из Республики Хакасия, Хабаровского края, Нижегородской области. В течение двух недель участники пленэра-симпозиума будут путешествовать по кокелевским местам. Посетят дендропарк в селе Тарханы, проведут мастер-классы по живописи для детей. 8 июля начнет свою работу Кокелевский малый пленэр с участием учащихся Батаревской детской школы искусств. А 17 июля участники покажут свои работы на отчетной выставке, которая по традиции расположится в Тарханской школе. Там же пройдет и круглый стол, Алексей Кокель, мифы и реальность. В Чебоксарах проходит межрегиональное соревнование по пожарно-спасательному спорту среди главных управлений МЧС России по субъектам. 11 команд из Приволжского и Центрального федерального округов. Более 300 спортсменов борются за звание сильнейших. Сегодня на стадионе Олимпийский дали старт пожарной эстафете. В этой эстафете важна не только скорость. Необходимо пройти 100-метровую полосу препятствий, максимально правильно выполнив задания на каждом этапе. Первый участник должен преодолеть дом, второй – забор, третий – проложить рукавную линию. Последнему участнику приходится тушить огонь. Даниил Милин – будущий спасатель и видит себя только в этой профессии. В юниорской команде Чувашии совсем недавно. В пожарно-спасательный спорт пришел из тяжелой атлетики. Сложности они всегда есть. Если их не преодолевать, то как можно достичь совершенства. Все-таки идеально сделали. Трудно было тушить огонь? Да, трудно, конечно. А как нужно правильно, чтобы точно сразу, с одного раза? Так, словами я не могу описать, только на деле. Ну, у тебя получилось? Ну, у меня, да, получилось. В пожарно-спасательных соревнованиях четыре вида программ – преодоление полосы препятствий, подъем по штурмовой лестнице, пожарная эстафета и боевое развертывание. В каждой команде по 28 спортсменов. Это взрослые и юниоры. То есть чемпионат проводится у нас одновременно среди взрослых участников, мужчины и женщины, и среди девочек и юношей. Девушек и юношей одновременно проводится. И команда победительца определяется в комплексном зачете. Навык должен быть, и умение работать с пожарно-техническим вооружением, ну и, естественно, физические данные спортсменам. В этом виде спорта тренировки практически ежедневные. Ведь от скорости и точности зависит не только результат соревнований, но и профессионализм спасателя. По результатам этого дня наша юниорская сборная на шестом месте из одиннадцати. Лидирует республика Татарстан. На втором месте – Нижегородская область. Команда девочек из Ульяновска преодолела 100-метровку с препятствиями за 65 секунд. Они заняли третье место в пожарной эстафете. Но уже завтра, в заключительный день соревнований, девочки уверены, что улучшат результаты. Впереди у них боевое развертывание. К мотопомпе мы соединим, мишень мы зальем. Мы все сделаем прекрасно, и у нас будет первое место. Лучшие команды выходят в финал. В августе в Санкт-Петербурге пройдет первенство России на Кубок Центрального Совета Всероссийского Добровольного Пожарного Общества по пожарно-спасательному спорту. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика. Это все новости четверга, 4 июля. Я прощаюсь с вами до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова